Вот куда-то мы в Уфе приехали, сейчас будем разбираться, что тут да как. И вот первая достопримечательность, на которую я набрел в Уфе, это соборная мечеть. Мечеть была построена в 1830 году, потом в начале 20 века она реконструировалась и в советское время была единственной действующей мечетью в Уфе. И мечеть эта находится при духовном управлении мусульман. Я иду по улице Тукаева, в центре которой, в середине которой, находится Софьюшкина аллея. Здесь слева у нас военный госпиталь, в таком и старинном здании. От начала Софьюшкинской аллеи она была заложена по инициативе Софьи Александровны Аксаковой, жены первого уфимского генерал-губернатора в начале 1860-х годов. Рядом вот это здание Министерства здравоохранения Пашкортостана. Вот оно Министерство. Вид на долину реки Белая. Вот она внизу река Белая или Агидель. Вот здание парламента, Государственное собрание или Каралтай. Ну и рядом с парламентом памятник Салавату Илаеву. Один из памятников Салавату Илаеву в Уфе. Улица Заки Валиди. Улица Заки Валиди. Недалеко тут национальный музей Башкирии в красивом здании. И большом. Мы находимся на Советской площади. Здесь вот Министерство сельского хозяйства. Самое крутое здание, видимое из всех министерств. Уже елочка стоит. К Новому году все готовятся вовсю. Ну тут еще одно на этой площади такое интересное здание есть. Вот это в центре здания гимназии. А вся эта улица, это улица Пушкина. И улицу Пушкина, вот эту вот, пересекает улица Цурюпы. Вот это вот. Вот такой тут красивый перекресток. Соответственно, вот улица Цурюпы дальше пошла. Памятник пожарным, погибшим при исполнении служебного долга. А вот пожарная часть и музей противопожарной службы здесь. Если присмотреться, на этой башенке виден макет пожарного, который стоит и смотрит, где же пожар. Здесь в центре старая архитектура сочетается с современной. Видимо, какой-то очень зачетный дом, потому что табличек, что в этом доме проживал тот или иной гражданин, тут очень много. И вот здесь еще целые толпы знаменитостей здесь проживали. Памятник Акмуле перед зданием Башкирского государственного университета. Акмула – это известный поэт, просветитель башкирский, казахский и татарский XIX века. Ну вот тут, видимо, торговая локация важная. Гостиный двор. Макдональдсы различные с КФС. Рядом же с этим местом находится театральный сквер. Вот театральный сквер. И где-то здесь должна быть одна из самых известных достопримечательностей Уфы. А вот и она – фонтан семь девушек. Фонтан закрыт на зиму, к сожалению. Но девушки остались. И в сквере еще памятник выдающемуся башкирскому композитору. Рядом здесь Уфинская государственная академия искусств. Самое главное – это театр оперы и балета. Он такой здоровый. По которому и назван был сквер театральный. На здании театра – мемориальная доска известному танцевщику Рудольфу Нуриеву. А вдоль театра, с другой стороны театральной площади, идет Пушкинская аллея. Пройдя театр, Пушкинская аллея трансформируется в Пушкинский сквер. В твере находится памятник Аксакову – это известный русский писатель. Литературный и театральный критик, родившийся в Уфе. И памятник, точнее, бюст Пушкина Александра Сергеевича. Центр вообще тут довольно красив. Как я успел заметить, красив своей архитектурой в первую очередь. Довольно компактный центр здесь. Вот так здесь центральные улицы выглядят. Несколько параллельных, относительно длинных улиц, которые пересекаются перпендикулярно. И это все составляет центральную часть города, насыщенную различными достопримечательностями. И сочетанием исторической и современной застройки. Ну, не только центр, конечно, интересен, но, пожалуй, это самая красивая часть города. Вот в этом здании Академии, где еще концертный зал имени Шаляпина расположен, выступал Шаляпин. По этому поводу ему здесь тоже памятник поставили. Ну, а вот здание театра оперы и балета с лицевой, так сказать, стороны. Вот это территория, где гостиный двор. Елочка уже стоит. В торговом центре Кибитка. Монумент «Скорбящая мать». Сегодня снег выпал в Уфе. Стало так красиво. Вот есть в Уфе очень интересная достопримечательность. Комплекс мечеть в медресе «Ля-ля тюльпан». Исламский культурно-образовательный центр. Мечеть открыта в 98-м году. И вот два минарета имеются в виде цветущих тюльпанов. Исламский культизм. В Продолжение следует... Рядом с мечетью располагается Парк Победы. Вот вход в Парк Победы. Там вечный огонь впереди. Выставка боевой техники. Заснеженный. Это современная боевая техника. Тут шилка, акация и тому подобное. Различные скульптуры здесь. Многочисленные. Барельефы. Это памятник труженикам тыла. Здесь имена героев Советского Союза. Парк стоит на высоком берегу реки Белой или Агидели. И вот там внизу видна пойма этой реки Белой. И с парка открываются вот такие вот виды на реку Белую и ее пойму. Памятник Александру Матросову. И мини-гали Бубайдулину. И вечный огонь. Памятник десантникам. Памятник пограничникам всех поколений. И здание в центре Музей Боевой Славы. Центральный элемент Парка Победы. Площадь Салавата Юлаева. Тут вот Конгресс Холл расположен. Вообще сегодня здесь красиво. Снег, солнце. Ну и вот там впереди памятник известный Салавату Юлаеву. Здесь же елочка уже стоит. Вот и памятник. Снег чуть-чуть, так сказать, припорошен. И здесь открывается тоже очень красивый вид на реку Белая. Музей Боевой Слава Юлаеву. Белая Слава Юлаеву. Белая Слава Юлаев В. Кресим. Спасибо. В вас, он здоров был. Holiday. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Собор Рождества Пресвятой Богородицы Очень красивый храм Это кафедральный собор, самый вместительный в Уфе Вмещает несколько тысяч человек В городе такие широкие улицы Много достаточно проспектов, очень длинных, очень широких Километров по 8-10 бывают То есть очень большой современный город Скульптура Уфимский городовой Установленная в 2018 году В связи с 300-летием полиции России Ленин здесь несколько отличается от стандартных статуй Субтитры создавал DimaTorzok Драмы имени Гафури И памятник этому Гафури Башкирский национальный поэт Рядом с театром располагается парк имени Ленина Здесь памятник Арслану Мубарякову Народный артист СССР Памятник Александру Матросову Да, чрезвычайно красиво сегодня в парке Как в сказке Прогуливаться здесь сегодня одно удовольствие Также рядом с парком Тут какая-то аллея непонятных фигур На улице Ленина Это непонятная фигура Называется Мера Времени Ну тут какие-то стилизованные песочные часы Видимо Это фигура Утро Белая река Галактика Тут еще национальная библиотека На этой улице Похищение Европы Ну и дальше Все равно тут ничего не понятно Поэтому не особо важно Как они называются Медуниверситет В этом красивом здании Располагается Министерство молодежной политики и спорта Башкирии Вот еще один район города Здесь Находятся набережные реки Белой И за ней монумент дружбы Вот он там виднеется впереди Монумент дружбы Посвящен 400-летию вхождения Башкирии в состав России Которая отмечалась в 1957 году В центре монумента Стелла По обеим сторонам которой Сидят две женщины Символизирующие башкирскую женщину То есть башкирский народ И русскую женщину То есть русский народ И держат лавровые венки Как символ мира Ну и написано Слава Великой Братской Дружбе русского и башкирского народов И вот У подножия Стеллы Такое изображение Вот такой вид открывается с памятника На улицу Сочинскую и реку Белую И здесь Где башкирская женщина Та же надпись сделана на башкирском языке Вот русская женщина И на русском языке написано Что памятник сооруженного знаменования Четырехлетия добровольного присоединения Башкирии к России И тоже Если посмотреть в другую сторону от памятника Будет тоже достаточно красивый вид Это обратная сторона памятника Ну и тут тоже Показана атмосфера Всеобщего братания Вот интересная улица С раскрашенными деревьями Еще одна церковь Уфинская Покровская церковь И еще одна мечеть Она правда в процессе строительства Но контур уже вырисовывается И можно сказать Что она будет одной из самых красивых мечетей В городе Вот с этой стороны Драпировка тканью Дает некоторое представление О том как она будет выглядеть Когда построится Проспект Салавата Юлаева Вот какой еще интересный объект есть в Уфе Дом музей Ленина Ленин приезжал в Уфу В 1900 году Памятник геодезистам Ну все Уфа В общем-то закончилась Морозы начались Можно ехать дальше Что мы сейчас и сделаем Дом музей Ленин